Друзья, на сайте tgboost.ru вы можете купить рефералы для различных телеграм-проектов по самым низким ценам. Цены здесь начинаются со всего 2,5 рублей за одного реферала. На сайте имеются как обычные боты, так и активные рефералы, за которых вы сможете получать постоянный пассивный доход. Также есть рефералы для популярного приложения Bombi, это есть что от Katizena, который самостоятельно доходит до 20 уровня. На сайте доступны разные способы пополнения, часто добавляются новые услуги и проекты, а самое главное – качественное и быстрое обслуживание. Все это вы можете найти по ссылке в описании, здесь смотрите в описании каждого товара, на каких конкретно ботов и играющие они или нет. Есть рефералы, поэтому обязательно пользуйтесь, ссылка в описании. Всем приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале LinnHustle и Mimifi успешно залистился на почти всех топовых биржах, кроме Binance. Ну, что сказать успешно, что вкладывается в это понятие. Нельзя сказать, что успешная у него сейчас цена, но тем не менее, листинг они реально провели, как и обещали, и в этом плане им сложно что-то предъявить. Давайте обсудим, какие итоги. Ну, в итоге все, кто донатил, почти все окупились, причем даже сделали несколько иксов. Те, кто не донатил, к сожалению, ничего особо не получили. Ну, такова реальность, уже вчера это обсуждали в видосе с мейджором. Там, разумеется, 744 негативных комментариев, как я и предсказывал в прошлом видео. Там люди обиделись на таполки. Друзья, вот вам хороший такой совет, как мне кажется, особенно на фоне Mimifi, даже не мейджора. Если вам не по кайфу получать вот такие копейки, потому что вы не хотите ни вкладываться, ни приглашать рефералов, просто не участвуйте в этом, и все. Вот прямо сейчас выйдите из всех таполок или, по крайней мере, не заходите в новые, потому что, ну, ни к чему хорошему это не придет. Смысл, вы каждый листинг будете ловить тильт от того, что донатеры и рефоводы получили много, а вы ничего. Какой в этом смысл? Зачем над собой издеваться, если вы можете просто взять и не заниматься этим? Занимайтесь чем-то другим. Есть какие-то другие направления, например, те же SBT, которые почти не требуют никаких вложений. Просто клеймите и от самой экосистемы Тона получаете. Кстати, если что, у нас есть такой канал отдельный. Здесь я выкладываю, как получать бесплатно эти SBT все. То есть вы просто вот так переходите по ссылке, вводите пароль и получаете вот такие вот токены. Ну, не токены, и их потом можно будет в марте обменять на Тоны. Это есть что от самой экосистемы. Подробнее в этом канале можете почитать, я ссылку оставлю. Давайте посмотрим, что у нас по цене. Ну, как и обычно, по премаркету он залистился. Ну, по цене премаркета примерно, и даже, может быть, чуть выше. Ну, вот стартовал-то он вообще с 0.08 торговался. Он где-то, ну, в начале-то, вот видите, он по 0.01. То есть, ну, по рублю он примерно, да, вот рубль, чуть больше рубля он торговался за штуку. Цена, ну, что сказать, дефолт, абсолютно дефолтнейшая цена. Сейчас она уже укаталась, как условно это было с X-Empire, до 0.07. И мне кажется, потом она будет вернуться. Ну, смотрите, тут просто, видите, вот график, тут просто стремительное падение происходит. То есть, тут очень сильно, как вы видите, скачет. Причем, опять же, нету каких-то, нету понимания, почему так происходит. Ну, здесь-то понятно почему. Потому что люди просто, чем больше сейчас людей будет выводить, в том числе и на некоседальные кошельки, а не только с бирж, и потом перекидывать себе на биржу, тем больше будет падать ценник, и падать, и падать, и падать. Моя ставка, что он упадет, наверное, где-то до 0.03.35, что-нибудь такое будет. И потом будет вот так и держаться, может быть, на 0.05. И в один момент, скорее всего, разработчики его откупят, чтобы создать интерес к токену, когда они все-таки, наконец, объявят, что же, какой же у него утилити, то есть применение будет. Поскольку они говорят, что будет какая-то экосистема, но, опять же, пока вообще ничего не понятно, они буквально не показали даже, что это будет за экосистема. Может, это будет какой-то виртуальный зоопарк, а может быть, это будет, не знаю, там, производство кулеров, то есть, абсолютно вообще ничего пока не понятно. А потому и токен нет смысла сейчас держать. Ну, как по мне, имеется в виду, держать не в том плане, что вот он у нас есть, и вы его не будете продавать, а держать в том плане, что закупать его сейчас. Сейчас, друзья, он еще не щупал свое дно, это 100%, потому что листинг вот всего час-семнадцать минут назад был, он еще будет падать и падать, поэтому, если вы хотите продавать, то надо было продавать где-то час-часик назад, как раз, когда он только залистился. И самое интересное, в моменте-то, смотрите, он поднимался почти до двух рублей за штуку, то есть, те, кто продали на этой цене, а я думаю, таких очень мало, они хорошо прям наварились, то есть, тут была зеленая свеча, и он прямо со дна поднялся. Ну, а сейчас мы видим исключительно падение, ну, хотя вот только что зеленая свечка маленькая-малюсенькая появилась. Падение еще 100% не окончено, он сейчас будет вот так болтаться потом еще и еще, но это чисто вот мой прогноз, поскольку все таплки в той или иной степени повторяют графики друг друга. То есть, так было с ноткоином, ну, почему? Потому что огромное количество людей получили дроп в одну секунду и, конечно же, пошли продавать, потому что ради чего мы тут? Ради денег в той или иной степени. Вряд ли кому-то было просто в кайф играть в тот же мимифи, в котором вообще все скатилось в итоге в тупое прокручивание спин-офф за донат. Ну, что ж, друзья, насчет как вывести. На некостодальные кошельки вывод уже доступен прямо в боте. Те, кто закинул стейкинг, как я, мы, конечно, получим мало. То есть, изначально нам обещали в два раза больше, а потом, по мере того, как заполнялся пул для стейкинга предназначенный, мы получим в итоге всего 20% от этого числа. В итоге я получу на выходе где-то 6400 токенов. Если цена за месяц никак не изменится, то это, конечно, провал. Если она будет расти, окей, мы не зря накидывали стейкинг. Ну, а так, нам остается просто ждать, там, месяц целый в стейкинге, поэтому, возможно, это была ошибка с моей стороны. Но, ладно, ничего страшного, сумма не такая большая, то есть, там, 50-60 долларов, ничего такого, что я, условно, их сейчас недополучил, а получу потом, ничего глобально страшного в этом нет. Ну, на биржу уже все средства пришли, то есть, если вы ставили на биржу. Опять же, если у вас какие-то проблемы возникли, то есть, вы не можете на кошелек, условно, вывести или на биржу, то заходите в наш чат. Ссылка будет в описании обязательно, и там можете спросить, мы вам обязательно поможем, если вы будете общаться адекватно. Опять же, в наш чатик заходите только, если у вас IQ больше 80, желательно, и вы умеете формулировать свои мысли. Если нет, друзья, вот даже не надо, потому что вы в тильте выйдете, точнее, вас вышвырнут, потому что не такие уж мои добрые. Итак, ну что сказать, пишите в комменты, сколько вы из этого проекта получили. И лично я не то чтобы недоволен, поскольку особо-то я ничего не закидывал. Ну, 20 долларов вроде вложения вынул, получается, в 2,5 раза, ну, мог бы вынуть в 2,5 раза больше, а если бы продал на хаях, то и в 4. Но, мне кажется, все равно неплохой результат, ну, за то, что просто задонатил, это нормальный результат. Если, конечно же, есть люди, которые не донатили вообще, условно, сделали там, ну, только одну транзакцию, самую какую-нибудь на 6 звезд, там, вот это 3 рубля, ну, 12 рублей. Разумеется, они получили очень мало, и они сейчас в тильте. Друзья, мир таплок таков, что здесь нужно либо вести рефов, либо закидывать средства. Если вы не хотите придерживаться этой концепции, то просто не участвуйте в них. Все. Ну, и тем временем, пока я вот говорил, цена пробила еще разок, уже пробила семерочку в третьей цифре после запятой. И, думаю, спустя часик уже и шестерочку пробьет. Ну, что ж, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Пишите свои итоги в комменты, подписывайтесь на телегу на чат и участвуйте в SBT. Вот это реально накормит. Всем пока.